Какие виды выплат ждут людей пенсионного возраста в новом году? Увеличится ли сумма выплат ко дню пожилого человека и смогут ли субсидию на приобретение жилья получить не только многодетные семьи, но и семьи с меньшей численностью? Эти и другие вопросы обсудили законодатели на заседании Комитета собрания депутатов. О грядущих переменах и адресной помощи нуждающимся расскажет Любовь Пермякова. Депутаты единогласно проголосовали за принятие на сессии проекта закона о единовременной выплате ко дню пожилого человека. Эта категория граждан, относящаяся к детям войны, согласно которому в дню пожилого человека в округе существующая единовременная выплата в размере 10 тысяч, для этой категории граждан старше 70 лет, которые проработали на территорию округа 15 лет, будет выплачиваться 16 тысяч рублей. То есть доходность вот этих людей старше 70 лет увеличивается с 1 января 2016 года на 500 рублей в месяц. Изменения коснутся в новом году в предоставлении путевок мать и дитя. Планируется, что воспользоваться льготой смогут дети с 4 до 9 лет. При этом сопровождать ребенка может не только мама или папа, а также бабушка или дедушка, либо иной другой законный представитель. Планируется, что с 1 января 2016 года вступит в силу еще одно изменение. Оно коснется программы ипотечного жилищного кредитования, так называемую социальную ипотеку, благодаря которой молодые и другие семьи смогли улучшить свои жилищные условия. Но, к сожалению, очередь по этой программе очень большая – более тысячи человек. Это разделение финансовых потоков, которые идут в рамках реализации права закона на первоочередников и людей, которые стоят в общей очереди. 50 на 50 процентов. Проблема обусловлена тем, что в общей очереди у нас на сегодняшний день стоит 1186 участников, из них 47 первоочередников. Период ожидания в основном в очереди увеличился в последнее время с полутора лет до трех лет. По словам Сергея Свиридова, если сегодня этот вопрос не решить, период ожидания увеличится еще на несколько лет. Так как действующая редакция закона предусматривает выделение бюджетных средств на оплату первоначального сноса по ипотеке сначала первоочередника, а затем всем остальным гражданам, имеющим право на эту меру социальной поддержки в порядке очереди. Внесенными поправками предлагается установить две равноправные очереди. В первую войдут нынешние первоочередники – многодетные семьи, усыновители и семьи с ребенком-инвалидом. Во вторую – остальные категории. Граждане, проживающие в НАУ, не менее 10 лет, со среднедушевым доходом семей не более четырехкратной величины прожиточного минимума. И молодые семьи, имеющие место жительства в округе не менее пяти лет. Бюджетные ассигнования, предусмотренные окружным бюджетом на социальную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании, планируются распределить между этими двумя очередями в равных долях. Эти социальные проекты депутаты рекомендовали к принятию на сессии, которая пройдет 22 октября. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин